Салют, ребят! Многие с детства мечтали путешествовать и объехать весь свет. И если отправиться в популярные туристические направления у вас не составит труда, то следующие 10 мест на нашей планете вы вряд ли сможете посетить, если не готовы расстаться со здоровьем, свободой или даже своей жизнью. Итак, 10 мест, куда вам вход навеки запрещен. Поехали! По факту! Северный Сентинельский остров является одним из Андамальских островов в Бенгальском заливе, хоть официально остров управляется Индией, он является родиной опасных аборигенов-сентинельцев, которые избегают любого контакта с цивилизацией и яростно сопротивляются любому вторжению. По мнению ученых, эти аборигены провели 60 тысяч лет в изоляции от остальной человеческой цивилизации. Эти люди активно защищают свою территорию и готовы убить любого чужака. Их последними жертвами стали затерявшиеся рыболовы. После их убийства индийские власти призвали граждан держаться подальше от этих островов. Чего и вам советую. Остров Сурсей. В 1963 году в Исландии произошло извержение местного вулкана, в результате чего был сформирован новый остров площадью 2,7 квадратных километров. Он находится в самой южной точке Исландии и является одним из немногих островов, появившихся в современное время. Это сразу же вызвало интерес ученых из разных стран, так как это стало выдающимся примером нового образования и возникновения новой жизни. С тех пор остров Сурсей, названный в честь мифологического персонажа Сурд, возможно посетить только с научными целями. Для всех же остальных это запретная зона. Остров Груйнард. В 1942 году британское правительство купило этот шотландский остров Груйнард для испытания биологического оружия, в частности для испытания сибирской язвы. В ходе эксперимента было установлено, что сибирская язва загрязнила территорию, став причиной смертей в 95% случаев. До 1980 года остров был одним из самых опасных мест на всей планете. И только в 1986 году ученые наконец-то начали очищение зловещего острова, и он был объявлен безопасным для посещения в 90-м году. Тем не менее, никто там так и не поселился. Эксперты предупреждают, что споры сибирской язвы все еще остались в почве острова, а это означает, что она не будет пригодна для жизни еще в течение сотен лет. Остров Павелья в Италии. Официально доступ для туристов сюда закрыт, но это не мешает любителям мистики посещать остров. Все дело в том, что у этого места ужасная история. В 16 веке во время эпидемии чумы сюда свозили больных, а тела сжигали, чтобы остановить эпидемию. В 1922 году на острове разместилась психиатрическая больница, о которой ходили страшные легенды. Считается, что главврач ставил опыты на подопечных, а персоналы пациенты видели души умерших и жаловались на головную боль. У острова много прозвищ, например, врата в ад или пристанище потерянных душ. В итоге остров сейчас заброшен, и даже рыбаки обходят это место стороной. А у вас вряд ли получится найти хоть какое-нибудь судно, которое туда поплывет. Комната 39 в Северной Корее. Название этого места очень напоминает название какого-нибудь фильма ужасов. Нужно отметить, что за этой комнатой происходили примерно такие же события, как в ужастиках, ну либо в боевиках. Комната 39 расположена в городе Пхеньян. Несмотря на незаконный характер операций, которые происходили за дверью этой комнаты, данное учреждение является правительственным. То есть правительство Северной Кореи в курсе всех процессов, которые происходили в секретном месте. По некоторым данным известно, что комната 39 это место, где проводятся различные незаконные махинации. К примеру, подделка документов, производство фальшивых купюр, производство наркотических средств и многое другое. Конечно же, обычным людям доступ туда строго закрыт. Гораздо безопаснее держаться от этого места подальше, а то вдруг вы станете нежелательным свидетелем незаконной операции. А таких людей, как известно, избавляются в первую очередь, тем более в Северной Корее. Зона 51. США. Этот список не был бы полным без упоминания пресловутой Зоны 51, находящейся к северо-западу от Лас-Вегаса. Эта военная база с 1950 года служит таинственным целем правительства США, и по сей день никто точно не знает, для чего она вообще используется. Однако, существуют различные слухи. Некоторые считают, что она используется для разработки и испытания ядерного оружия. Другие же утверждают, что на ней находится приземлившийся десятки лет назад НЛО. Согласно официальным данным, в Зоне 51 разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Доступ к базе, так же и как и воздушное пространство вокруг, ограничено. Всемирное семянохранилище на Шпицбергене, Норвегия. Когда-нибудь задумывались, что произойдет, если в результате стихийного бедствия или войны в мире закончатся все природные ресурсы и наступит голод? Решением станет всемирное семянохранилище на Шпицбергене. Это хранилище якобы содержит многочисленные тысячи семян каждого вида растений со всего мира. Эти семена могут быть использованы для выращивания новых растений и обеспечения всего населения Земли достойной пищей. Военная база Pine Gap, Австралия. Pine Gap находится около 18 километров к югу запада от города Алис-Спрингс, который находится в самом центре Австралии. Pine Gap управляется США и Австралией и является очень важным объектом для экономики страны. Воздушное пространство вокруг него и над ним до 5500 километров является ограниченным. Интересно, что они не говорят наверняка, почему именно. Может быть, это не просто военная база. Впрочем, вряд ли мы это узнаем. Остров Кеймада Гранди Остров Кеймада Гранди, расположенный в 35 километрах от побережья Бразилии, похож на настоящий рай. Однако поездка на этот остров наверняка будет стоить вам жизни, так как он просто кишит ядовитыми змеями. На площади почти в половину квадратного километра тут находится около 4000 змей. Здесь обитают одни из самых опасных змей мира. Например, островной Батропс, от укуса которых происходит быстрое омертвение тканей, то есть смерть почти мгновенно. Его едят в 5 раз сильнее, чем у других гадюк. По этой причине бразильские власти наложили запрет на посещение острова Кеймада Гранди, который также называют островом змей. Гора погоды – это центр неотложных операций, который служит укрытием для американских высокопоставленных военных и юридических лиц в случае масштабной угрозы. В Америке существует такое понятие, как непрерывность правительства. Таким образом, данный центр, расположенный в штате Вирджиния, представляет собой надежный правительственный инструмент. Также гора погоды обеспечивает радиосвязью федеральные службы и службы безопасности. К данной информации президент Америки имеет прямой доступ, что обеспечивает моментальную передачу всех имеющихся данных. Площадь базы составляет 434 акра. Территория разделена на секции А и Б. Согласно официальным данным, в день теракта 11 сентября члены Конгресса были эвакуированы и доставлены в этот центр. Безопасность чиновников зависит не только от секретной базы. Успех операции прежде всего связан с тем, как быстро спецслужбы будут проинформированы о приближающейся угрозе. Не существует еще ни одного рядового человека, который побывал бы в этом месте. Доступ имеется только у избранных и то лишь в чрезвычайных ситуациях. Похоже, что секретные базы и бункеры из американских боевиков это не выдумка. Кстати, на своем канале я сделал целых 50 фактов об отряде самоубийц и рассказал обо всем, что вы не знали. Зачем Харли Квинн укоротили шортики на постобработке? Почему Джаред Лето внушал страх другим актерам? А сейчас еще начал неделю Дэдпула. Вы узнаете, как фильм выглядел без эффектов, как сделали мимику на маске и как создавали спецэффекты в принципе. Ссылка в описании и в аннотации на экране. Продолжение следует... Продолжение следует...